Вопросы переселения из аварийного жилья на конкретном примере. В Ивановскую область, чтобы лично проверить завершающий этап госпрограммы, приехал федеральный чиновник Сергей Степашин, чтобы убедиться, как идет строительство проблемных объектов. Первая точка – долгострой в Савино. На объект в прошлом году выезжал и новый глава региона. Давал указания местным властям помочь подрядчику с проектной документацией. Помогли, дело пошло быстрее. По большому счету нам осталось завершить кровельные работы, чистовые отделочные работы, завершить работы по устройству фасада. Благоустройство, как видите, тоже осталось завершить. В части инженерных коммуникаций, внешних, наружных, тоже все закончено. То есть водоснабжение, теплоснабжение уже у нас подключены, подключено здание к этим системам. Тем не менее, сроки сдачи Сергея Степашина, ровно как и оправдание подрядчика, не устроили. Коллеги осознали всю ответственность. Вы начинали, а что затянули-то? Не затянули. Сначала погодные условия, потом... А слушай, какие погодные условия? Чукотка, что ли? Ну, да, ну, что-то... Иванова, нормальная, Россия вся такая. Да не погодные условия, еще раз говорю. Сейчас выполнено 70% работ. Подрядчики штукатурят стены. Новостройка рассчитана на 41 семью. Переезда ждут жильцы расселенных бараков. С завершением этого объекта закончится и программа переселения, но проблема в регионе не решена. Расселить бы еще нужно 5-6 тысяч человек. Как это возможно? За закрытыми дверями глава региона обсуждал с делегацией Фонда содействия реформированию ЖКХ. Вопрос другой, каков будет механизм. Будет ли это фонд, будет ли это институт развития. Я-то считаю, что нужно, конечно, создание, может быть, на базе фонда института развития в сфере ЖКХ, который бы занимался и капремонтом, и аварийным жильем, и модернизацией, и энергоэффективностью, и обустройством дворовых территорий. Или городская среда, как это сейчас называют. Все это должно быть в одних руках. Тем более это касается практически всех. Нам сейчас фонд ЖКХ очень большую поддержку оказывает. Не только, кстати говоря, финансовую, но и аналитическую. Потому что надо разобраться, где у нас были сбои, и чтобы мы из чемпионов в кавычках превратились в настоящих чемпионов. Сегодня мы чемпионы с конца по многим показателям. Мы должны все-таки в этих вопросах, потому что, знаете, как Булгаков говорил, люди хорошие, но квартирный вопрос их испортил. Нам не надо, чтобы квартирный вопрос портил наших жителей Ивановской области. Подрядчик стройки в Савино уверяет, что объект сдаст в мае с опережением. Контракт истекает 1 июля. Квартиры под ключ, заезжай и живи. Сергей Степашин отметил, что летом проверит, сдали ли дом. Пошутил или нет, неясно, но подрядчик напрягся.